В понедельник в Наринмаре открылся межрегиональный форум права человека в арктическом пространстве «Современные вызовы и опыт регионов». Для участия в нем в столицу Ненецкого округа прибыли более 20 региональных омбудсменов. Несмотря на то, что государством создан объемный комплекс мер поддержки для реализации прав человека в условиях арктического пространства, современные вызовы приводят к изменениям правозащитного механизма. Межрегиональный форум стал площадкой для поиска ответов на вопросы развития правового пространства в Арктике. Нам вообще, Ненецкому автономному округу, выпала большая честь принять у себя на территории представительное собрание людей, представляющих сегодня, наверное, наиболее востребованную и острую тему, а именно права человека. О правах человека и благоприятных условиях проживания людей в Арктике говорили не только региональные омбудсмены, но и федеральные и местные органы власти, а также представители институтов гражданского общества, образовательных организаций и прокуратуры. Жители Российской Арктики должны быть уверены в экономической и социальной перспективе региона. Они не должны быть оторваны от культурной, социальной и общественной жизни всей страны. В Российской Федерации сформирована законодательная база, обеспечивающая и гарантирующая права коренных малочисленных народов Севера, представляющая собой комплекс законодательства федерального и регионального уровней. Эти правовые акты позволяют регулировать вопросы жизнедеятельности коренных малочисленных народов. Они гарантируют права коренных малочисленных народов на сохранение и развитие своей культуры. Руководитель секретариата, уполномоченного по правам человека Российской Федерации Илья Чечельницкий сообщил, что в аппарат омбудсмена в прошлом году из регионов Арктической зоны поступило порядка 2000 обращений, на 350 меньше, чем годом ранее. Тематика обращений, по его словам, соответствует общероссийской. Социальные проблемы, жилье, своевременность выплаты заработной платы и образование. Для Немецкого автономного округа вопрос образования тоже имеет приоритетное значение. Создана очень мощная образовательная система на местах, но есть перспективы для ее развития. И в плане развития дистанционного высшего образования, и в плане развития системы классического высшего образования. Потому что очень важно, чтобы молодежь Немецкого округа имела возможность учиться и получать в том числе и среднее, и высшее образование, не выезжая за пределы региона, а здесь. Это позволит сократить тот возможный отток молодых умов. Арктические регионы отстают по важным показателям уровня и качества жизни от других регионов России. По словам уполномоченного по правам человека в Архангельской области Любови Анисимовой, сдержать отток населения из северных территорий поможет законодательный акт о развитии арктической территории. У нас по Северо-Западному федеральному округу одна из самых низких средних заработных плат. При том, в всем остальном уровне инфраструктурного развития, уровне предоставления и стоимости предоставления обязательных услуг, медицинских, образовательных и так далее, у нас происходит, несмотря на многие наши усилия, отток населения с территории, причем нашей территории, территория исконного традиционного проживания населения. Необходимость формирования особой государственной политики в отношении северных регионов обусловлена негативным влиянием активной хозяйственной деятельности. Она предусматривает системные меры по сохранению самобытной культуры, языка, ремесел, промыслов и исконной среды обитания. Возникает немало проблем, вызванных противоречиями норм природно-ресурсного права и законодательства о коренных малочисленных народах. Как следствие, лучшие угодья нередко достаются коммерческим организациям, которые начинают диктовать свои порядки, а общины коренных народов получают участки по остаточному принципу вдали от мест традиционного проживания. Достоянием общественности не раз становились ситуации, когда от действий промышленников страдали интересы общин коренных народов. Возникали споры относительно отторжения значительных земельных, лесных и водных угодий. По словам Валентины Сганич, решить возникающие проблемы коренного населения поможет государственная программа социально-экономического развития Арктической зоны на период до 2020 года. В течение двух недель все доклады омбудсменов с учетом поправок будут систематизированы в сборник. Александра Литкова, Владислав Москин, Телеканал «Север». Продолжение следует... Продолжение следует...